Москва открыта к предложениям Запада и Киева по политико-дипломатическому урегулированию конфликта МИД РФ. МИД РФ поздно спохватилась, прямо перед приездом Си с его мирным планом. Мирного плана нет, вчера отпели и похоронили. Мирный план больше не обсуждается ни в одном из западных ведомств, отвечавших за прощупывание условий возможных послевоенных договоренностей. Париж и Берлин, как основные стороны мирного влияния, закрыли свои двери для возвращения Москвы в мировую политику. Венгрия предупреждена и она подчинится. Если бы малейшие шансы на мирный договор оставались, Муз бы превратился в очередную бюрократическую машину, суть которой затянуть процесс до состояния определенности. Осенью многократно сообщал, что под эгидой Франции разрабатывается проект денежного растаскивания рашистского агрессора после проигрыша в войне. Тогда же чуть более закрыто стартовал проект юридического урегулирования войны и поствоенной обстановки. Момент определенности настал. Россия может А. Капитулировать, сдать всю государственную элиту под Международный суд, вернуться к 1991 и попытаться на санкционных обломках уйти в подконтрольную демократию, лидером которой станет проверенное лицо. Б. Распасться на множество образований, для которых не будет установлена преемственность ответственности. Места ни Путину, ни его окружению в будущей мировой истории нет. Приговор, хоть и несколько отсроченный по времени, вынесен всем, начиная от глав информационных ведомств и военных до олигархов и артистов, спонсировавших и поддерживавших кровавую агрессию России. Уже поздно говорить о мирных договорах, но еще можно подыскать убежище у коллег взамен на ценную стратегическую информацию. Субтитры создавал DimaTorzok